Здравствуйте! В эфире рынок недвижимости в студии Юлия Гафарова. Смотрите сегодня. Итоги уходящего года. За 12 месяцев квартиры в Оренбурге подорожали почти на 200 тысяч рублей, сколько сегодня стоят квадратные метры. Элитное жилье на вторичном рынке, что предлагают риэлторы. Сбербанк приглашает клиентов. В чем преимущество? И Новый год по восточному календарю. Как встретить год змеи и что должно быть на столе. Итак, за год стоимость квартиры на первичном рынке выросла почти на 200 тысяч рублей. По данным предоставленным компанией Meridian, средняя цена за квадратный метр в начале года составляла 36 тысяч рублей. В июне поднялась до 37 тысяч рублей, а к концу года стоимость квадратного метра составила уже 40 тысяч рублей. Больше всего подорожали квартиры на вторичном рынке. Цены выросли почти на 20%. То есть, по различным подсчетам, квартиры подорожали на 300-400 тысяч рублей. Причем за год средняя цена за квадратный метр поднялась с 41 тысяч рублей до 49 тысяч рублей. Сколько стоят квартиры сегодня? Как всегда знает наш специалист по цене недвижимости Ренат Файзулин. Ренат, как изменили сцены в декабре? За прошедший месяц цены остались стабильными. Если говорить абсолютными цифрами, то на первичном рынке однокомнатная квартира все так же стоит 1 миллион 800 тысяч рублей, двухкомнатная квартира 2 миллиона 600 тысяч рублей, трехкомнатная квартира 3 миллиона 200 тысяч рублей. А на вторичном рынке однокомнатная квартира стоит 1 миллион 800 тысяч рублей, двухкомнатная квартира 2 миллиона 450 тысяч рублей, трехкомнатная квартира 2 миллиона 900 тысяч рублей. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да, на восьмом этаже девятиэтажного дома, который очень качественно построен в строительной компании «Лист». И в степном поселке таких дома два. Это Дзержинского 9, дробь 2, и вот Родимцева 20. То есть это дома повышенной комфортности, и, соответственно, квартиры здесь роскошные. Давайте убедимся в этом. Вот посмотрите, кухня, то есть тут достаточно места, да, и для приготовления пищи, и здесь обеденный стол уже новые собственники поставят. Вот спальня для взрослых. Здесь же гардеробная комната, пожалуйста. Красиво сделан интерьер? Очень красиво, да, очень красиво и стильно. Ну и вот, на мой взгляд, уникальность этой квартиры состоит в том, что здесь такая прекрасная, да, ванная комната, если это можно назвать ванной комнатой джакузи, да, там, пожалуйста, душевая кабина и остальные принадлежности. Я так понимаю, и сауна. Да, и сауна в многоэтажном доме с лифтом, да, и вот это не частный дом, но вот мне очень самой очень нравится вот это. Ну да, очень редко встретишь, когда в квартире оборудована сауна. Да. Ну вот сейчас мы с вами находимся в гостиной комнате, да, насколько она просторна, вы видите сами, и роскошно. Соскошно, сзади нас с вами камин, здесь выполнена работа так, что есть экран, есть кинозал, и, то есть, телевизор, все это, в принципе, входит в стоимость квартиры. Ну, от себя хочу отметить, что квартира очень светлая, просторная. Сколько квадратных метров? 155. И во сколько обойдется такая квартира? 7 миллионов 800 тысяч рублей цена. Я так понимаю, что цена это начальная, и можно еще договориться? Ну, мы можем провести переговоры, конечно, можем. Небольшой торг, да, возможно. Еще один вариант жилья – большой дом на улице Ульянова, 240 квадратных метров. Также полностью готов к проживанию, на территории есть бассейн, стоимость составляет 9,5 миллионов рублей. Просмотр дома мы с вами начнем с кухни, она полностью оборудована, здесь присутствует панорамное окно и выход на балкон. Кухня соединена с залом гостиной, здесь вот, пожалуйста, камин рабочий, который холодным зимним вечером обязательно обогреет всю семью. И создаст уют. И создаст уют. Юль, давайте поднимемся с вами на третий этаж, я вам покажу еще четыре замечательные спальни. Угу, давайте. Сколько комнат на этом этаже? Здесь четыре спальни и санузел. И я хочу вам показать детскую комнату. Но, конечно, каждый может оборудовать ее по своему вкусу и любой интерьер, который пожелает. Я считаю, что это отличное развлечение для тех, кто будет жить в этом доме. Да, конечно, безусловно. Здесь прекрасный теннисный стол, дальше стоит бильярд, то есть, конечно, здесь не соскучишься. При покупке жилья не всегда есть возможность рассчитаться сразу. Наиболее востребованным вариантом по-прежнему остается ипотека. Куда обратиться и какой выбрать банк? Специалисты Сбербанка рассказали о своих преимуществах. Светлана, расскажите, что такое ипотека Сбербанка? Ипотека Сбербанка – это, прежде всего, возможность приобрести или построить любой объект недвижимости. Квартиру, жилой дом, дачу, машинное место, земельный участок. Я знаю, что у многих банков есть скрытая комиссия. То есть, по сути, человек обязан застраховать свою жизнь и здоровье, если не хочет повышения процентной ставки. Да, Юля, это есть в других банках, но это нет в Сбербанке. У нас нет никаких комиссий. Страхование жизни и здоровья – это добровольно. То есть, сам заемщик решает, страховать его в своей жизни или нет. При этом, процентная ставка по жилищному кредиту не увеличивается. Можно ли Сбербанк использовать материнский капитал? Да, материнский капитал Сбербанк использует в любых вариантах. Либо это на первоначальном взнос можно использовать, либо можно использовать его в дальнейшем на погашение ипотечного кредита. Существуют ли специальные условия кредитования? Да, существуют специальные условия кредитования для молодых семей. Также мы работаем со всеми видами жилищных сертификатов. Сотрудничает ли Сбербанк с агентствами недвижимости и застройщиками? Сбербанк сотрудничает со своими партнерами – это застройщики, риелторы. Многие агентства недвижимости предлагают скидки на свои услуги нашим клиентам. Я знаю, что сейчас у вас проходит очень интересная акция. Расскажите о ней. В Сбербанке сейчас проходит акция «Счастливый новосел» с нашим партнером – компанией «Астроландия». Всем клиентам, которые оформили кредит до 1 марта 2013 года, получают карту со скидкой 8% на покупку всех строительных и отделочных материалов. Китайские мудрецы считают, чтобы в доме весь год был достаток, нужно правильно его встретить. Как и чем встречать грядущий год змеи – наша постоянная рубрика далее. Как правильно встретить Новый год по восточному календарю и какие символы в этот праздник должны находиться в квартире? Свои секреты нам сегодня расскажет специалист по фэн-шу и Валентина Сергеевна Мерзлова. Валентина Сергеевна, вам слово. В этом году к нам приходит год змеи, и поэтому на нашем столе нужны два элемента. Это напитки, которые представляют собой воду. Напитки в этом году должны быть хорошего качества, потому что змея любит изысканное все. И сам огонь. Огонь у нас представляет свечи, которые будем зажигать в течение новогодней ночи. Ну и сам символ змеи. Маленькая змейка обязательно должна быть на столе, на елке, вот где угодно. Как вы можете это применить. Это будет хорошо и благоприятно. А что касается елки и того, что должно находиться под ней? Очень хорошо, если мы украсим ее вкусными конфетками, орешками, то, что можно съесть, монетками, может быть, даже купюрами какими-то, потому что это символ того, чтобы я хотела в этом году встретить и все время быть, чтобы у меня это было всегда. И очень важно, чтобы в вашем доме было побольше апельсинов. Не пожалейте нескольких килограммов, раскатайте их по всей комнате, пусть они будут, и около елки, там горкой. Потому что в Китае считают, что апельсины – это символ большого благополучия, это символ изобилия, удачи. А змея что, разве любит апельсины? Змея любит кроликов. Если кролик будет на столе, то будет удовлетворена наша змея, будет довольна, и поэтому принесет нам то, чего нам хотелось бы от нее получить. Имеет ли значение елка искусственная или настоящая? Искусственная или настоящая особого значения не имеет, потому что в любом случае это символы. Елка – это символ, также Дед Мороз – это символ. Спасибо, Валентина Сергеевна, как всегда, очень интересно. Надеемся, что наступающий год змеи принесет удачу нашим зрителям. На этом все. Спасибо, что были с нами. Хорошего настроения и успехов в новом году! Субтитры подогнал «Симон»! 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 Субтитры подогнал «Симон»!